Что случилось с Андреем Викторовичем? Мы проиграли 1-0. Нет, нет, там на пресс-конференции. Это я знаю, я что-то знаю. Я не знаю, что-то задерживаются. Ждем. Рассказывают перипетии, которые были в матче. Мы ждем, что же было в 15 ждем. Хотелось домой поехать, залезывать раны. Ну что делать будем? Кому? Что предпринять? Подождать, наверное, еще полчаса. Сейчас расскажет, как феерично играл Динамо. Вас раздражает такая история? Почему меня должно раздражать? Час ждать, ничего себе. Надо же автографы дать, рассказать, как они здорово играли. Так иронично. Это вам кажется? Мне кажется, такие есть ироничные. Мне нравится, да вам играть Динамо? Мне очень понравилось. Чем? Содержание. Много опасных моментов. Мы не знали, как вообще перекрыться. 11 против 10. Очень понравилось. Что сказать после действия? Ничего не хочу говорить. У меня есть руководитель клуба. Директор захотят, они что-то скажут. Понятное дело писать обращение в ВСК. Но, как правило, такое происходит после какого-то посыла от тренера. Посыл от тренера, знаете, куда обычно бывает? Валерий Георгиевич правильно посылает всех. По поводу обращения тренера. Хорошо, если не нравится слово посыл, обращение тренера и после слов тренера. Ну и мне куда-то нужно обращаться. Есть журналисты, вы есть. Вы видите футбол, видите то, что происходит. Хотите, напишите, если смелость есть. Нет, сидите, молчите. Что значит смелость имеем? Имеем смелость, да. Объективное удаление сегодня? Первая желтокарчка за что была показана? Я не могу вспомнить. Вторая желтокарчка была наступ. Объективно, да. Первую я не могу вспомнить. Сейчас еще спрошу, тогда по-другому спрошу. Наступов на наших футболистов не было сегодня? Я не могу вспомнить. А я вам могу сказать, что они были. И за это не было ни то, что желтокарчки, даже нарушения фиксировались. Дважды. Такие же наступы. Вы считаете, это призяты судействовать? Я не считаю, я просто... Я поблагодарил своих футболистов за работу, нахуй. Небольшие молодцы. Если вы хотите разговаривать о судействе, разговаривайте, вызовите судей, разговаривайте, командцев позовите. И еще раз, по судейству, не хотят. Мои руководители захотят, они заговорят. Командцев можно, да. Пожалуйста. Разговаривайте, если не надо. Я не хочу. Андрей Викторович, всех возбудил ваше интервью, которое вы дали за несколько часов до подписания контракта с Химками, где сказали, что хотите за границу попробовать. Так я поэтому и хотел. Как вот уехать отсюда? Если бы сейчас не было, на российских тренерах немножко предвзятое отношение, я бы уехал. Честно. А что вас заставило через буквально час согласиться на продолжение Химок? Это не час, я три дня с Химками переговорил. Зачем тогда вы так сказали? Ну, потому что вы не все должны знать. Вы когда знаете, вы начинаете докапывать, как сейчас стоите, докапываете на меня. Здесь вы проиграли, вот так, на 97-ой, с вымышленными пенальти, с придуманными удалениями. Вы как себя ведете? Ну, расскажите. Наверное, было бы неприятно. Неприятно? Ну, как бы вы сейчас общались? Вот, если бы я подошел, докапывал все до вас, как вы пытаетесь меня на что-то спровоцировать? Нет, мы просто впервые с вами встретились. Почему? Я с вами в студии сидел. Нет, я имею в виду с момента того интервью и вашего прихода в Химки. О прихода в Химки? Да. У меня вообще все спокойно. Я объясняю, что тренер – человек зависимый. Когда тебе предлагают работу, в которой ты выполняешь не только тренерские, а функционерские функции еще. Когда ты отвечаешь за качество футболистов, которых приглашают, за качество подготовки резерва. У меня таких предложений пока в жизни нет. Когда оно поступило, мы три дня уточняли многие функции. Сейчас пишем программу еще раз. Если это будет подтверждено, что на уровне футбола московского областа или губернатора, то это, наверное, одно из самых интересных предложений, которое мы в тренерской колеи поступали. Например, там, Курбан Гердеев, когда идет работа, он настаивает, чтобы все вопросы были у него. Здесь такую возможность дать. Когда Туфан Садыб сказал, что он готов финансировать это, плюс, как его интересует, конечно же, у вас вопросов больше не было, его интересует прогресс игры, его сын, но он не настаивает никогда, чтобы он завтра или послезавтра был в составе. Мы определили определенные факторы, такие критерии триггерные, да, точки, которые он должен достичь по своим показателям функциональным, игровым. Если он это сделает, то он будет играть. То же самое у меня было во всех командах. Условно, Булкин. Я пришел в нижний ногу, почему был молодым тренером. Булкин весил далеко за 100. Я ему говорю, сделаешь 100 кг вес, будешь выходить в составе. Дима, человек целеустремленный, он там недели три боролся, да, сам с собой. Он как-то сделал. Вышел, сыграл игру. То же самое здесь. Есть определенные показатели, если он сделан, будет конкурентоспособен. Так же было с Кадырным в Ахмате. Поэтому, еще вопросы есть? Если вы сами тему затронули, я понимаю, что условием того, чтобы Садыков играл в составе, он вам не стоит? Никто не стоит вообще. Никто не стоит. Благодаря.